Всем хааай! Вы знаете, в этом видео без предыстории просто не получится. Но для начала я покажу вам это. Вообще, вот нам туда надо. Смотрите, подошли, красивый магазин видим. Надо остановиться в платье, конечно, такие профессиональные. Недавно с друзьями мы поехали в Таиланд. И мы видели такое количество дичьовой дичи, что пройти мимо было невозможно. Тут были пеналы в виде детей, тут была очень странная одежда, какие-то бушные ботинки, которые выдавали за новые. Мы ели тараканов, в общем, чего мы только не делали. Да, я сказала, мы ели тараканов. А еще я раскладывала карты Таро, точнее мне их раскладывали. Короче говоря, тайские рынки все еще потрясающие. Ну и недолго думая, подумав и решив, в общем, недолго думав и недолго решая. В общем, как-то так и было принято решение снять это видео. В общем, одежда с тайского рынка. Так как вы видели название видео, я думаю, вы уже догадались, что там внутри одежда с рынка. Как же так получилось? Да, мои друзья подумали и решили, что мне очень нужна на проверку моего ютуб канала одежда с рынка. Там стоят и коллективно выбирают, у меня какую хрень мне купить из магазина, который, скажем так, ну в общем, с... Ну в общем, вот. Если вы думаете так же, как мои друзья, поставьте лайк, и я схожу еще на какой-нибудь другой рынок, потому что этот меня напугал. Но несмотря на то, что он меня напугал, одежду мне подобрали крайне знатную. Как вам костюм, который покупал мне Давид на переносной ларьке? Так, Давид увидел какие-то платья, которые тут всем разносят. Потом он решил, что мне нужно купить. Я в ужасе. Я сейчас сдобну. Спасибо. Ну все, мы купили, она уезжает. Она реально уезжает. К одежде с повозки мы еще вернемся, а пока хочу показать вам это. Давайте посмотрим, что они мне купили, потому что сама не знаю. Начнем вот с этого очаровательного пакетика с мини-маус. Вещь номер один. Шорты профессиональные. Когда я увидела эти шорты, я охренела, а потом я увидела, где они были куплены, я охренела вдвойне. Мы увидели издалека магазин VIP и решили, что надо туда зайти. А там оказались бы у туфли, которые выглядели как жопа, хотя жопа выглядит на самом деле гораздо лучше. А мы с друзьями решили купить лисих и попросили ее удалиться, но нашли просто клад. Как хорошо, что они не купили мне ботинки. Ну, 36-го размера, только вот. А, это за Шанель? Вот за Шанель, как бы, да. Оно отклеивается. Ну, пока. Одного только не хватает, ладно, не страшно. Они выглядят поношенными. Бля... Не то чтобы я брезгливая, я-то вообще не брезгливая. Ну, знаете... Я боюсь отразить. Господи, надеюсь, я не захочу какую-нибудь болезнь. Они такие маленькие, они просто крошечные. Это что? Это детские шорты? Что это вообще такое? Вы же надеюсь, они чистые. Ладно, чистые. Не подглядывайте. Это так плохо. Ребят, тебе нужны шорты на Patreon? Я не знаю, кто это подобрал мне. И просто зачем. Но у меня вот так вот выглядят шорты. Это если тебе очень жарко, но ты не хочешь ходить в трусах. Лайк с шортом Лисы. Мне понравился этот вид. Вот у меня к вам вопрос. Вот кто эти шорты мне подобрал? Я. Блин, я это по-любому беру для Лисы. Зачем? Секси. Секси. Нет, мне очень нравится. Бля, какой ужас. Рекламная пауза. Ребят, короче, кто смотрел любые американские фильмы или сериалы? Вы же наверняка видели, что в Америке давно уже существует популярный способ оплаты. С помощью которого сумму покупки можно поделить на несколько частей. Без рассрочек и без переплат. И теперь такой сервис появился в России. Называется он Далями от Тинькофф. Я, короче, по приколу решила его попробовать. И смотрите, как это работает. Сервис делит сумму покупки на 4 равные части. Без комиссии, кредитного договора и переплат. И вы получаете товар при покупке сразу, как при обычной оплате картой. При этом карта лол может быть от любого банка. Так, очень важно, это не кредит и не рассрочка. Буквально прямо сейчас вы сможете уже купить все то, что вы хотите. Покупайте с Далями товары, которыми вы пользуетесь каждый день. Одежду, косметику, спортивные там, детские товары, все что угодно. Короче, ради прикола я пробовала покупку через Ребгош. И у меня все получилось, и это лучшее. Я тупо ору. С Далями, если что, можно оплатить любую сумму покупки до 30 тысяч рублей. Да, кстати, сервис абсолютно бесплатен для покупателей, и там нет никаких комиссий. Первая четверть списывается сразу, а оставшиеся три части списываются автоматически с шагом в две недели. Ну и да, естественно, перед каждым платежом будет отправлено напоминание и отдать в списание. Оставляем вам ссылочку в описании, там вся информация и список на магазины. Вещь номер два. Я не могу придумать название этому безумию, помогите. Я слишком преисполнена тем пакетом, давайте достанем этот. Так много вопросов, как мало ответов. В какой-то момент мы просто гуляли по рынку. И потом мы увидели странный магазин с манекеном. И мне девочки говорят, такие, давай мы тебя пофоткаем, да? Ой, тут немножко шея съехала, но ничего страшного. Мне не хватает слов, чтобы описать в целом все, что я вижу здесь. Мне так неловко. Боже, я чувствую себя отвратительно лучше, бы я была вообще. без этой одежды, чем вне, она такая странная. Педя, открывайся, елки. Это как трусы с доступом, только лифчик с доступом. Какого-то ребенка? Да это. Самое смешное, это я забираю себе. Подумала, что это не лифчик, а типа, ну, нет, какая еб... Мне кажется, тут есть доступ, они такие короткие, что они еще не закроют. Нет, вот тут доступ. Чтобы натянутся так сильно, что там уже ничего закрыто не будет, и там будет доступ со всех сторон. Потому что они так уже... Дайс фром Крин! Потом мы нашли еще один достаточно уютный, миленький магазинчик. Какой прекрасный, светлый, добрый магазин. Столько ярких цветов, столько ярких расцветок. А, понятно. Здесь такое. Ооо, ребята. Вам может показаться, что я недовольна, но на самом деле я просто настолько в кринге от того, что происходит, что я не могу никак комментировать, кроме как... Дайс фром Кринж! Ну ладно. Это мне, правда, самой нравится. Это, блин, я не знаю, что это и как это описать, но эта штука выглядит реально неплохо. И, честно говоря, это не та одежда, которую ты ожидаешь увидеть на рынке. А, это одежда морячки. Не, ну она приятная, да. И качество, конечно, лютейшая синтетика, но... Там грязь? Не, я проверял качество. И как? Ну да, ты правильно здесь сказала. А что я говорила? Литейшая синтетика. Литейшая синтетика. Но пока что вот эта вещь, наверное, занимает у меня топ-1 в списке вещей, которые здесь были. Но, впрочем, пока сравнить меня не особо с чем. Мне нравится эта штука, потому что у нее дизайн классный. У нее буквально как будто это что-то дизайнерское. Дизайнерское. Да. Дизайнеры, учитесь, пожалуйста. Дизайнерская вещь. Советую взять, что ли, вот с этой стойки. С какой, Варь? Вот с этой. С этой? А, это пока модные рюши вообще, типа сборка. То есть ты вот за эту? Или те, что тебе понравится больше? Ну, это просто так сложно выбрать. Тут и рейвовская прада. Прада. Да, как бы на рейв. Может, праду? Или вот сзади что-то прикольное? О, ты полу-нормальный человек, полу-гепард. Лучше бы был полу-человек, полу-гепард. Дэвид, почему вся эта одежда выглядит так, как будто она бэушная из кого-то снята? Так, ну, знаете, вот эта вот вещь уже выглядит поинтереснее. Не считая, конечно, того, что здесь просто все уничтожено, потому что выглядит оно так, как будто бы оно бэушное. У меня нет ответственных вопросов. Да, оно очень бэушное. Посмотри, посмотри на швы. Видишь, оно прям вообще убитое. Все оценили этот корсет. Не видится тут очередь. Ну, подвинется. А, не подвинется. Да что они там уйдут? А, не мы это берем? Да. Нет. Не заберем. Нет, платье, конечно, показалось более нормальным, чем... Я думала, но я не могу его нормально надеть никак. Очень-очень маленькая. Хотя вроде сидит неплохо. Я уж устала, пока я его надевала. Уф. Так, ну что? Рюшечки. Стильно, розово. Так, важно, сейчас будет эксклюзивный контент. Я в таком платье. Я чувствую себя даже более странно, чем в том красном одеянии. Сейчас, посмотрим. Люди будут видеть меня впервые в таком платье. Нормально, складываем вместе. Так, самая неожиданная одежда, Варька. Так, как из королевы Бала. Она была в пустынецей. Это выбрала Таня. Таня сейчас с нами здесь нет. Но я не знаю, как описать степень моего ужаса. Бурец, а то сидит хорошо. Да, размеры на угодок. Да, размер прям, да. Там других не было, это был единственный весь магазин. Там, в принципе, весь магазин одного размера, вот этого. Слушайте, ну вот это платье как будто бы даже хорошее. Я понимаю, что это очень странно звучит со своей сути. Но оно как будто бы даже выглядит классно. Оно типа облегающее, хорошо по размеру. Цвет у него прям такой яркий, красный, насыщенный. А по качеству тоже легально? Слушай, ну по качеству здесь написано, что это платье за H&M. Но я не помню, чтобы в H&M были такие платья. Я не очень понимаю, почему платье типа с H&M может продаваться на рынке. Так что это фейка H&M. Че? Зачем? Я не понимаю. Оцените от 1 до 10. Вещь номер, который я забыла. Вопрос на таком H&M. Только что я увидела некоторую проблемность. Здесь как бы точно символ от бюджетного H&M. Но бирка-то срезана. У этого платья уже была бирка срезана. И оно не может быть ночным, потому что там таких платьев, ну, штук 10 было точно. Вот этих платьев было очень много. Что они делают? Почему? Я не знаю, как сказать. Но по-моему, в H&M платье такого формата. Я лично не видела. И что это за платье? Почему оно для скорпионов? Буквально вот, скорпион. Это реально скорпион. Почему? Очевидно, что это платье по знакам зодиака. А, подожди, смотри, я нашла рыб. Я нашла рыб. Какие тут еще есть? Я нашла весы. Еще один весы. А что здесь еще? И еще одни рыбы. Короче, платье подходит. Внимание, для рыб, скорпионов. И кого еще? И весов. Кто-то здесь есть рыбы, скорпионы или весы? Оно, конечно, такое. Астрологическое. Рынки в Таиланде, это вещь какая-то абсолютно бесконечная, потому что там можно бродить часами. А тут я зашла совершенно случайно в какой-то магазин, который сначала выглядел как магазин, а потом там по факту был цех. То есть ты приходишь, и прямо от тебя шьют платье. Видите, на заднем фоне куча ткани. Мне стало как-то не очень ловко туда заходить и гулять. Я не уверена, что там можно, поэтому я оттуда... Ну, ассортимент платьев с рынка, конечно, потрясающий. Вы думаете, это такое платье прекрасное? А это не платье, это комбинезон. Ну, размер, кстати, в пору. У меня такое чувство, что там на этом рынке все для меня, потому что прикол, рофл прикол. Внимание, там все было только в одном единственном размере, и все было вот в этом размере. Я не знаю, почему. Неиронично мне очень нравится. Тебе реально нравится? Без шуток. Без шуток. Ну, то есть это, мне кажется, прям охуенное платье. Ну, и комбинезон. Реально? Мне кажется, она такая всратая. Не, мне кажется, она прям супер. Да ведь не делай, что ты смотришь в зеркало, я все вижу. Нет, я правда смотрел в зеркало. Ай, я только попадала туда, да, в момент переодевания. Так ты это себе видишь. Ну, ты же одета. Да, но я раздеваюсь прямо сейчас. Я делаю так. Сейчас я покажу тебе мое любимое платье из-за этого видео. Давай. Оно мне больше всего понравилось. Неиронично? Вообще без шуток. Ну, ты, Реда, я никому не обманываю. Хватит так на меня смотреть, как будто я тебе вру. Давай уже. Самое обычное базовое черное платье. А сзади сюрприз. Да нет никаких сюрпризов. Это тебе не то видео. С этими штанишками, пижамами, отряда. Это обычное черное базовое платье. Да, это моя любимая вещь из этого списка всего. Ну, хорошее платье же. Облегающее. Наверное. Тебе не нравится? Нет, нормально. Тебе не нравится? Ему не нравится, он говорит, что нормально. Лугун. Не смотри так на меня. Мне это нормально. Оно просто очень обычное. Почему никто не верит, что мне это платье нравится больше всего? Оно же, по факту, классное. Но оно, типа, лучшее. Нет? Ну, мне правда это платье понравилось больше всего остального. Оно же классное. Я скучный человек, мне нравится обычное черное платье Пойдем, мистер Кактус, пойдем Ну а теперь вещь с повозки Боже, мы сидели в кафешке в какой-то, ну или не в кафешке И такой, подъезжает повозка с одеждой Я говорю, да ведь повозка с одеждой Он такой, повозка с одеждой, пойду, куплю одежду с повозки с одеждой Умерли все Самая странная покупка одежды в моей жизни Хоть и делала ее не я Эта одежда буквально сама приехала к тебе Оно хахнет? Пиздец Ааа, пыль Это пыль? Да Ты уверен, что это пыль? Ты просто так вдохнул? Это точно пыль была Это абсолютно точно пыль, она лежала очень долго в этом пакете, с которого только что его открыла Ладно, надеюсь, действительно был запах пыли, потому что мне кажется, что это запах заболеваний Так, ладно, смотрим на юбку, ну она такая альтушная Тикток, я раскаю абсолютно в моем стиле, мне нравится И здесь такие, так скажем, игривые отверстия Как говорит Варя, с проникновением Так, сейчас, подождите Я пока не знаю, насколько тут огромное проникновение, поэтому сделаем так Ну Что меня удивило в этой юбке, это то, что она большая Ну, типа, все остальные вещи миниатюрные, а она как будто бы нормального размера Сколько хорошо она выглядит? Или она выглядит хуже, чем в руках была? Мне кажется, она выглядит классно, но не вот с этим Не с платьем? Да Так, цените быстро, альт тикток стиль Альт тикток стиль Тянка поясни за альт, гиперпоп Место под мою песню А как тебе эта юбка? Тоже с проникновением Ой, какой желтый свет в туалете Смотрите, туалет-то подсвечивается Но все все равно желтый пипец Ну, честно сказать, юбка Как юбка Я не думаю, что я буду ее носить Такая вот одежда с рынка Что я могу сказать про одежду с рынка? Она с рынка По качеству, как будто бы одежда была куплена на рынке По ценам она как бы Ну, как будто бы одежда даже с рынка была И некоторое состояние одежды Такое ощущение, как будто оно было с рынка Но не простого, а с секонд-хенд рынка В целом, это был весь мой отзыв Пока! Пока!